На Океанском проспекте 108 столкнулись Дайхат Сумира и Тойота Королла. В итоге один из автомобилей не на ходу. Водители разбитых транспортных средств на месте рассказывают сотрудникам госавтоинспекции о происшествии. Те, спокойно выслушав водителя, раздают им бланки объяснительные и приступают к составлению схемы ДТП. Со съемочной группой нарушитель ПДД и его оппонент общаться не желает. Писать надо. Да быстро, а как ехали? Спасибо. Ладно, давай второй. На три минутки. На выручку приходит аварийный комиссар. Именно с его слов мы узнали, что автомобиль Дайхат Сумира двигался с кольца первой речки в сторону Некрасовского путепровода. А Тойота ехала со стороны Народного проспекта по Океанскому. Водитель Тойота Королла совершал поворот налево, заездом во двор, не пропустив автомашину Дайхат Сумира, которая двигалась прямо, не меняя направление движения. Совершился и столкновение. Страховые выплаты, я так думаю, будут превышать 50 тысяч рублей. И поэтому оформляются не через ГИБДД. Со страховыми полисами у участников ДТП все в полном порядке. Правила дорожного движения нарушил водитель Тойоты. Вину свою признает. Владелец Дайхат Сумира получит выплаты, предусмотренные законом Аббасага. Водители разбитых транспортных средств в аварии не пострадали, повреждены лишь машины. Основной удар получил автомобиль Дайхат Су от Короллы. Он пришелся в область радиатора. Если он сильно пробит, то, возможно, пострадавший автомобиль покинет место ДТП в кузове эвакуатора. Водитель на месте определялся, будет ли вызывать эвакуатор или нет. В случае необходимости эвакуации автомашины, так как он не был виновником ДТП, все это будет учтено в страховых выплатах.